Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Аня Кравченко и вы на моем канале. Сегодня я вам покажу, как быстро сделать пухлые и сексуальные губы. Ну что, начнем? Этап номер один. Мы отмечаем наивысшую точку. Для этого я беру карандаш для бровей Micromatic Dark Brown. Это мой маленький секрет. Поэтому теперь по секрету всему свету. Отметила, провожу меню вниз и отмечаю на нижней губе. Также центральную зону. Иногда бывает, что у клиентов центральная зона смещена. Гребея, либо правее нам нужно нарисовать обязательно по центру. Дальше я прорисовываю наивысшие точки. Смотрите, не развожу их сильно далеко. Если я их разведу сильно далеко, это более мужские губы. У меня сразу клиент станет более жестким. А я искусственно себе отмечаю их ближе. Чем больше у нас будет здесь проем, галочка, тем меньше будет визуально губы. То есть я вам сейчас на рисунке покажу. Мы убираем скалочку и смещаем наивысшие точки ближе друг к другу. Далее находим, где заканчивается рот. Как бы это ни странно звучало, но у каждого человека эта точка совершенно находится в разных местах. Иногда бывает, что рот еще продолжается, а губы уже нет. Вот нам нужно найти, где заканчивается рот. И мы теперь соединяем нижнюю точку с верхней точки. Но обязательно двигаемся внизу, вверх. И это будет наша полутень от губы. Раз. Потому что если вы начнете двигаться сверху вниз, у вас есть вероятность, что вы губу завабите. Мы двигаемся снизу вверх и чуть-чуть увеличиваем. Вторая. Теперь также находим точки на нижней губе. И обязательно смотрим. Иногда бывает, что нижняя линия, она как бы опущена вниз. Чтобы мы это не подчеркнули. Мы находим точку в углу рта. И со второй стороны. И соединяем угол с центром. Здесь. И смотрите, движение у меня, видите, я поставила, не отрывая руку, туда-сюда, туда-сюда веду. Потому что если я буду вводить вот таким образом, я вряд ли попаду в четкую линию. То есть взяли карандашик близко, поставили в линию, видите, туда-сюда. Четко навожу себе контур. Когда мы прорисовали контур, я совсем чуть-чуть добавляю карандаша в углы. Провожу минию по центру. Для того, чтобы был объем, самые светлые части должны быть вот с двух сторон, видите, объемы. Поэтому края я затемняю. И берем следующий карандаш, уже для губ, карандаш помады Elan L01. Хорошо подточили карандаш с помощью точилки. И начинаю наводить контур. За счет того, что у меня карандаш светлый, он сразу растушевывает мой темный контур. И нижнюю линию. Прям четко-четко в контур, такими же движениями, видите. Туда-обратно, туда-обратно. Цвет я выбрала 01, более холодный, потому что у меня клиент холодный по цветотипу. Видите, практически такой же цвет, как исходный цвет губ. Более контрастный. И чтобы у меня нигде-нигде не было видно этого коричневого подтона. Должно быть ощущение, что это один цвет, но просто губы настолько объемные, что дают полутем. Если у вас светлая кожа, тогда возьмите карандаш-консилер C01. Если же у вас кожа темная, как у Юли, мы берем C02. И возьму две кисти. Это единичка серии Blackwood и номер 2 F2 из серии Face. Изначально я карандашом простраиваю по краям и немножко захожу на подбородок. Мне нужно, чтобы ямка подбородка была более светлая, тогда под губой сформируется тень. И сверху прохожусь. Там, где я нарисовала искусственно новые наивысшие точки и края. Зачищаю. Дальше беру на чайную кисточку F02. И растушевываю то, что у меня очень легко подтушевывается. Например, подбородок. Края. И край линии сверху. Там, где уже линия ближе к контуру, я беру тоненькую кисточку и уже подтушевываю тоненькой. Можно оставить матовые губы, только с карандашом. И они будут носиться намного дольше. Либо, если вы хотите больше эффекта пухлых губ, тогда я советую вам добавить блеск. Сейчас трендовый блеск, и он мне очень нравится по 3-кта. И берем кисточку F04. Распределяем равномерно. Чтобы у нас был максимальный объем. За счет мелких блесточек получается очень глянцевый блеск. Теперь ваша задача попробовать на себе, либо на модели сделать такие губы. Выставить в инстаграм и обязательно отметить меня. Ilan.net.ua Лучшие сторис мы обязательно репостим у себя. Спасибо большое, Юля. Обязательно подпишитесь на нее. Она крутые делает видосы, распакует чемоданы. Так что посмотрите. И ставьте лайк, сердечки. Не пишите, пожалуйста, плохие комментарии. Я очень расстраиваюсь. Где-то котик в этом мире обязательно будет плакать. Вот этот маленький котик, он будет плакать. Поэтому пишите только хорошие ставьте сердечки. Я вас тоже люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok